Я вчера их поливал, теперь, наверное, завтра только. Сувениры бывают разные – магнитики и открытки. А вот барнаулиц Дмитрий Шмарев привез из Петербурга 73 желудя. Из любопытства рассадил их и спустя месяц удивился. Я, честно говоря, не ожидал, что столько вырастет, потому что думал, может быть, 10-20 штук максимум прорастет, но проросло гораздо больше. Даже теперь я не очень представляю, где это самому мне можно будет высадить. Поэтому решил немного огласки это придать. 53 дубовых ореха уже проросли, другие на подходе. Так что Дмитрий ищет для малышей теплый и солнечный дом. Даже написал об этом пост в соцсетях. Кстати, первым откликнулись парки «Юбилейный». Представитель общественного совета по озеленению парка Никита Колесников рассказал, что почва «Юбилейного» благоприятна для высадки дуба. Но сейчас это делать рано. Дерево слабое, и прохожие могут случайно на него наступить. Пока мы на подросток, как в питомничек небольшой, их посадим рядом с прудом, чтобы был доступ полива. Когда они подрастут, достигнут порядка метра, там 70 сантиметров, уже тогда можно будет их рассаживать уже непосредственно по территории в аллеи, либо в какие-то сквер, непосредственно на территории парка «Юбилейный». Кстати, в институте Лисовенко нам подтвердили, что Алтай – идеальное место для дубов. Условие одно – высаживать нужно там, где будет постоянный уход. В условиях Алтайского края частенько дубы повреждаются в зимнее время. То есть это повреждаются однолетние побеги. Плюс, если зима была морозная, и осень, лето было холодное, дождливое, и осень дождливая была, то частенько у дубов есть морозобойные трещины с южной и юго-западной стороны. В результате таких трещин попадают микроорганизмы, и древесина начинает разрушаться. Но если в этом году их не заберут, высажу на участки, и через год, через два, допустим, уже потом побольше, когда они вырастут, их ждать. По словам Дмитрия, он собрал жёлуди в самых живописных местах северной столицы – Александровский летний сад, Кронштадт и Царское село. Всё для того, чтобы передать городу частичку любимого Петербурга. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком.